Я Кузор Иван Васильевич, я тоже буквально несколько слов хотел бы сказать по данной тематике. Как меня уже представляли, я не только представляю хортинг, висково-патриотический хортинг, но и представляю также, скажем так, нашу освиту. Я работаю в Аполлонском управлении освиты, плюс я вижу ситуацию, скажем так, на земле в школах, потому что я работаю также преподавателем захиста ветчизны. И я вижу ситуацию на уровне Киева и даже чуть-чуть выше, потому что вхожу в руководство ТСО, ТСАФ города Киева. Я хотел бы здесь сразу сказать, что мне очень понравились слова Алексея Ракомановича Семигала, который сказал, что первое в нашем висково-патриотичном выховании, чей национал-патриотичном выховании, как хотим, так и можем назвать, в выховании людины треба разумить, какого человека мы все-таки будем воспитывать. И может быть это плохой пример во время Советского Союза был строитель коммунизма, а сейчас мы тоже должны определиться на уровне государства, все-таки кого мы воспитываем. Конечно, в первую очередь это человек, который понимает, что он живет в Украине, понимает, что он патриот Украины, понимает о том, что должен быть мир в Украине. И понимает, что от него, от этого человека тоже многое зависит. В малом это будь физически здоров, будь психически здоров, люби свою родину, люби свою семью и так далее. То есть самое главное, нужно определить на государственном уровне, кого все-таки мы воспитываем. И дальше мне, я тоже хотел бы повторить слова Ивана Дмитриевича Беха, что мотивация, мотивация, это, он сказал, суспильно значущие мотивы, яки рухают людину. И уже вот от этого отталкиваясь, я хочу сказать, что я вижу, у нас такие категории детей, это 6+, это дети, которым 10+, я имею в виду 6 лет и больше, 10 лет и больше, дальше 10-й, 11-й класс и взрослые. Мне очень приятно, что хортинг охватывает все категории данные, которые я назвал. Прозвучало вот здесь, Иван Дмитриевич сказал, что нужно разрабатывать программы для детей 6 и старшие. Очень хорошо, это очень нужно. Дети 10+, мы можем уже взять наработки из Сокел-Джура. Там очень много недостатков в Сокел-Джуре, я это вижу, когда провожу соревнования, провожу занятия как в школе, так и на районном уровне, так я вижу это все и на киевском уровне. Я считаю, что нужно взять все полезное с Сокела-Джура, включить в хортинг патриот, и это у нас будет как раз 10 лет плюс. 10-й, 11-й класс это моя зона ответственности, я это люблю, я этим хочу заниматься, я этим занимаюсь, и как говорится, это и моя работа, это и мое хобби. Я тоже военный, тоже участвовал в миротворческих миссиях за границей, около 20 стран за моей спиной, что позволило мне сейчас раньше, скажем так, выйти на пенсию или на заслуженный отдых. И сейчас я полностью отдаюсь, полностью занимаюсь вопросом захистовичизны. Вы все знаете, что есть, это не просто слова, есть целая программа захистовичизны. Никто у нас не может закончить среднюю школу, если он не прошел предмет захистовичизны. Это то же самое, что было в Советском Союзе и НВП. Вы все знаете, вы все помните, человек должен и бегать, и прыгать, и подтягиваться, и стрелять, и знать цивильную оборону, и многие-многие вопросы. Это все у нас в курсе захистовичизны. В жизни, где сейчас я применяю хортинг, и где хортинг очень хорошо подходит для среднего образования, для программы, это те же самые уроки физкультуры. Есть тема самообороны. Инструктора хортинга уже приходят в школы Абалунского района, где уже проводят занятия, это обыкновенное занятие, захистовичизны, по физичной подготовке, где тема самообороны. Преподаватель начинает, и вот ревня и струнка, тема такая-то, после этого представляет инструкторов хортинга. И дальше вступают в дело уже люди-профессионалы, которые знают не только самооборону, но которые могут рассказать и показать это детям методически правильно, потому что в основном все инструктора хортинга имеют, если не педагогическую освиту, то уж точно тренерскую освиту и специалисты в этом деле. И они знают, из-за того, что хортинг это национальный все-таки вид спорта, украинский вид спорта, они знают, как это детям тоже рассказать, показать с точки зрения патриотизма, с точки зрения висково-патриотичного выхования. И в Абалонском районе уже во многих школах эти занятия проведены и проводятся. Сейчас решается вопрос у нас в Абалонском районе о том, чтобы позашкольная работа, то есть гуртки, чтобы тоже гуртки хортинга открывались. Это все касается, как я сказал, 10-11 класса, а дальше мы берем уже взрослых. Мы сегодня на мероприятии, который посвящен у нас полицейскому хортингу. Так вот, я считаю, что я сейчас обменяюсь с вами координатами и мы будем с вами взаимодействовать. Почему? Потому что профессийная ориентация, которую сейчас военкомат, генеральный штаб проводит, профессийная ориентация должна включать и вопросы полицейского хортинга, потому что не все мои десятиклассники, одиннадцатиклассники хотят пойти в Збройные силы или в Национальную гвардию. Например, в школе, где я учитель захистовичизны, в этом году два парня, один пошел в Збройные силы в военный институт, а второй пошел в Академию Министерства внутренних дел. Поэтому профориентация – это и вы, когда детей надо будет направлять вот на дорогу Министерства внутренних справ, вы, ваши инструктора, могут приходить к нам в школу, в первую очередь это в Абалунский район, рассказывать и не только рассказывать, но и уже показывать, проводить практические занятия. Это мы можем делать не только на мероприятиях после уроков, вы знаете, к праздникам есть множество утренников, там, собраний, концертов, куда мы можем вас уже приглашать, но это мы можем делать и во время уроков захистовичизны. Это абсолютно, даже учитывая, что сейчас как бы нет договора между Асвитой, вот, например, Абалунского района и вами. Но мы можем, да, это мы сделаем шаг за шагом, но уже есть программа, в которой написано самооборона, и уже по самообороне вы можете приходить к нам и можете рассказывать, и это уже будет блок профессионально Асвита Шкалерев. Нет. АНЗ, то есть, ну, понятно, школа и база, это район, это районные организации, поэтому я с удовольствием вас всех приглашаю, я обменяюсь с вами сейчас телефонами, и вот вас, вас, даже если у вас, как говорится, взрослый хортинг, полицейский хортинг, то все равно приходите к нам, потому что одиннадцатиклассникам, десятиклассникам будет очень полезно и приятно видеть здоровых, подготовленных специалистов-профессионалов, и дети за вами потянутся, и это будет наш фундамент, наша база. Спасибо. Будем однозначно взаимодействовать.